Он живет, не зная ничего о том. Вот так с песнями дружной компании собрались сегодня вместе постояльцы пансионата «Солнечный» в Красноярске. Достали из закромов швейные машинки, иглы, спицы и пряжу. Впереди долгая работа. Участники местного рукодельческого кружка присоединились к общекраевой акции «Теплый подарок», цель которой смастерить своими руками изделия и подарить воспитанникам детских интернатов. Первой вызвалась поучаствовать местная рукодельница Марина Гречикова. У нее в руках любая работа спорится. Конечно, это надо. И это надо прежде всего даже нам. Потому что детям будет тепло, и нам будет теплее вдвойне, наверное. Вязать и шить женщины собираются в течение двух месяцев. И все самое необходимое для нашей сибирской зимы. Носки, варежки, шапки, шарфы, а также одеяло, пледы и мягкие игрушки. Всего в акции «Добрый подарок» примут участие 32 дома-интерната для пожилых и инвалидов со всего края. Мастерицы не только сами своими руками создают подарки для детей-инвалидов, но и учат молодое поколение навыкам, которые в будущем пригодятся любой женщине. Любовь Станиславовна, правильно я делаю? Правильно. Теперь вот здесь вот дойдешь до строчечки вот это, и сделаешь зигзаг-остановочку. В качестве учениц, помощницы, подмастерий задействованы волонтеры из молодежных центров, участники краевой флагманской программы «Добровольчество». Десятиклассница Дарина Чугунова совсем недавно даже швейный челнок заправлять не умела. А теперь в паре со старшей наставницей шьет целое одеяло. Они мотивируют меня, учат, что делать, что не делать. Это большой опыт, как и для меня, так и для других ребят. Общение, взаимная забота и любовь – еще одна важная цель этой акции. Ведь очень многим, а особенно промозглой осенью, не хватает душевного тепла. И вместе с одеялом дети получат в подарок внимание и искреннюю поддержку от совершенно незнакомого человека. Люди, которые проживают в стационарных учреждениях социального обслуживания, ну, как вы понимаете, это одинокие люди. У них либо нет родственника, либо родственники живут далеко. И вот такое общение с молодыми людьми, с гостями, которые к ним приходят, для них это очень важно. Очень важно получить внимание, вот эту душевную теплоту, просто поговорить. Потому что они все друг друга знают, живут тут уже давно. А тут, ну, новая струя. Завершится акция «Добрый подарок» в декабре, в декаду инвалидов. Тогда в столице края пройдет выставка лучших изделий. А потом вещи отправятся в детские интернаты нашего региона. Евгения Шелковникова, Денис Тимошенко, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok